С дачного участка в парк Ленинского комсомола. Сегодня почти полсотни череповчан собрались в одном из самых популярных мест отдыха, чтобы посадить многолетние цветы. Мы сегодня высадим порядка 25 сортов многолетних растений, что позволит радовать глаз горожан с мая по октябрь. Ну и кроме того, я всегда считаю, что растение посажено своими руками, оно как-то греет душу и тебя больше манит в этот парк, где ты вложил что-то свое. Активное участие в посадке многолетников приняли череповецкие ветераны. В течение года они посещали лекции по садоводству и огородничеству. И вот сегодня результаты своих трудов представили на всеобщее обозрение. В первую очередь мы принесли тоже со своей дачи, привезли тоже обязательно много многолетних цветов. Мы хотим, чтобы наш город расцветал, чтобы он становился краше. Я его очень люблю, череповецкий, хотя не череповецкий, мне очень-очень приятно. Когда город хорошеет прямо год от года. В ряды зеленого десанта принимали всех желающих. Любой череповчанин мог прийти в парк и помочь сделать его красивее и ярче. Среди таких оказался и Илья. Мальчик просто гулял по парку и не мог пройти мимо этого большого праздника. Дома не делать ничего, если честно. А вторых, ну потому что... Полежное дело, скажите, вы? Ну да, просто можно сказать и так помочь. Самых активных участников акции сегодня ждали приятные сюрпризы. Для них Радиотрансмит и Канал 12 подготовили подарки. Сейчас все свободные горожане высаживают эту рассаду на клумбы, чтобы весной мы могли полюбоваться ярким цветением многолетников. Ну а Канал 12 и Радиотрансмит самым активным приготовили свои подарки. Флоксы, примула, тюльпаны и ирисы. Всего более 25 видов многолетних цветов. Их красоту можно будет оценить в будущей весной. Фотоотчеты акции разместят в газете «Голос Череповца». Организаторы надеются, что с такими помощниками преобразится весь город. И ряды «Зеленого десанта» с каждым годом будут пополняться. Редактор субтитров А.Семкин